Послание апостола Павла к Римлянам, 6 глава, 16 стих. Неужели вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Иной человек думает, что он живет свободно, я никаких законов не соблюдаю, живу как хочу. А на самом деле это не так. Он обязательно кому-то служит, греху, или на своей работе пропадает день и ночь, отдает свою душу какому-то идолу, женщине, государству, патриотизму. Просто так, чтобы человек был свободным, ни одного человека нет на земле. Почему неверие называется тоже верой в неверие. Он верит, что все произошло само. Он так и говорит, я верю, что все произошло само по себе. Значит, это глубоко верующий человек в безумие. Он веровал в нуль. Он в нуль верит, и ему этого достаточно. Ну, по разуму каждый определяет, чему поклоняться. Что самое ценное в детях? Послушание. И не то, что он разве, похож на тебя. Нет, тебе при его непослушании ничто не дорого. А вот когда он никуда не выходит, делает все как положено, вот это близко и мило. Это же самое дорого мужу в жене. Потому что послушания нет, ему ничто не дорого. Не успеет сойтись уже, смотришь, никакого мира нет, ничего. А она ломит на свое, на свою сторону давит. Она говорит, нисколько меня не слушается. Вот у мусульман слушается. Тысячу триста лет. Значит, к чему клонится послушание? Говорит, к жизни вечной или к смерти. Вот надо определить себя, к чему и как. Монахи вывели такое. Послушник должен слушаться своего аунастоятеля, запятая, как Бога. Большую букву. Большую опасность вообще придумать нельзя. Нужно говорить так. Если мои слова не сходятся с Библией, не вери мне, не слушайте меня, вот тогда у тебя будет гарантия того, что какой-то шанс останется на спасение. А если слушать из меня, то там день и ночь кричать, чтобы не слушались. Иногда люди просто доказывают. Мы живем вот так-то, потому что и поясняют. Мы верны такому-то принципу, таким правилам. Боремся за это. А это-то не исходит из священного писания, чему ты верен-то. Вот борется, допустим, старобряется. За что? За то, как правильно принял князь Владимир, какие книги как говорили. Но это не оригинал. В первую очередь переписчики допустили ошибки, а во-вторых, князь Владимир через тысячу лет через перекладных, через греков, а греки еще от евреев. Ты понимаешь, сколько там? Ведь если по правде сейчас с нами плохо начинают говорить, а мне звонят иногда такие люди, ну почему у вас вот это? Потому что мы православные. Ведь если все по Библии сейчас делать, вот поставить бы так вот, делать только по Библии, чтобы что не по Библии, этого у нас не было. Дома еще мы разберемся. А как в храм пришли, у нас тут никуда не повернется. Если точно по Писанию сейчас, алтарь убрать надо. Его нету в Новом Зависе нигде. А все, что связано с патарем, иконой, два-три яруса, да Иисусный чистом, чин, престол, батюшки на одежде, из этого ничего нету в Писании. Ничего нету. Так а чего мы тогда послушны? Мы еще послушны голосу Церкви. Вселенской Церкви. И Вселенская Церковь это почти с первого времени уже установила особое отделение от мира. Не так вот, как сейчас алтарь, это по-другому было. Иные считают, чтобы приблизиться к народу, надо алтарь открыть или престол вытащить, совсем убрать. Только тогда можно. Сектанты и паттисты пошли правильным путем. Послушание только Евангелию. Но за этим они упустили самое наиглавнейшее. Перестали быть Церковью. Видите, как просто решается вопрос. А на самом деле не просто. Мы говорим, да, мы православные, а этого слова вообще в Библии нет православного. Мы христиане в первую очередь говорите, а потом мы православные. И мы внимательно смотрим, что у нас сходится с Библией. А что не сходится? Во вред мне? Ну, состоит алтарь, и мне никак не во вред. Никак. Во-первых, это святыня. Я знаю, в Ветхом Завете была скиня. А мы по образу ее здесь строим. Мы можем, но доказать, что нужно, этого мы не можем. Мы здесь никогда не будем спорить. Мы просто послушаем голосу Церкви. С нами многие, если как-то вообще разговаривать не будут. А вы не прямо по Евангелию? Да, мы не прямо по Евангелию. Но то, что у нас это не смертельно. А то, что вы упустили священство, у вас нет, от этого смертельно. Вы не церковь. Мы церковь с излишним грузом. Целое нагромождение, все, как придумали, там не доберешься. И кто их, и мне, и книги, и Библии как будто никакой нет. Но там все не против Слова Божия. Поэтому надо все время трудиться. Я должен послушать голосы Духа Святого, Священного Писания. А голос Церкви и голос Соборов, Святых Отцов сравнивать с Писанием смотреть. Вот мы читаем в книге Иоанна, Евангелие 8, 34, 36. Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Ты, говоришь, свободный, а если грешишь, ты обманываешь сам себя. Делающий грех, раб греха. Это не то, что он раб папироски, он не может бросить алкоголь, а некоторые обязательно, что пиво пить в рот не берите ни грамма никогда. Забудьте даже про это удовольствие. Все это смертельно опасно. Это один раз курнуть, один раз уколоть. Это то же самое. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Глубину этого стиха Бог дал мне познать в первый же день, когда я его прочитал, Евангелие от Яна. Делающий грех, есть раб греха. Я сразу на корабле это засвидетельствовал. Мне удалось доказать так. А дальше я говорю, а выход есть, если Сын освободит. А тут сразу пошли вопросы, а какой Сын? А у меня Сына нет, только есть дочь. Я стал говорить, и тут надо уже касаться Божества. А тут без церковного учения никуда не денешься. Надо учение отроиться. Я тогда стал только на полпредложения останавливаться. Не всем дальше. Вторая часть не дается. Послушный голос Духа Святого человек должен определить, где пропасть. А дальше уже просить, Господи, опытом Церкви Твоей переведи меня через это. Вот это здесь просто грань, через которую не надо перевозить. 2 Петра 2,19. Они обещают им свободу, будучи сами рабы тленей. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Знаете, про советской власти, как говорили, мы не рабы, рабы не мы. Какая мы свободная страна, да самая свободная. Мне это открыто было с детства. И, уверовав, я буквально в первые же дни начал это говорить. Обещайте свободу, а сами рабы тленей. Вы от смерти не можете избавиться. Но на этом не заканчивается. Говорят, кто кем побежден? Смерть одержала полную победу над человечеством. Если мы оказываем послушание Христу, а здесь написано так, в послании к Риму 6,16. Кому вы отдаете себя в рабы? Добровольно надо отдаться. С того вы и рабы. Или рабы греха? Результат смерть. Или послушание к праведности? Праведность ведет к жизни. Я послушаю, но чему? Янгра Талут говорит, задает вопрос. А что легче? Быть начальником или подчиненным? Ну, каждый я до того учился в институте, чтобы быть начальником. Это очень трудно быть начальником. Ты должен обдумывать план, воображение, учитывать инфляцию, перевоз, дорога с ворой. Рабочему ничего этого не надо думать. Он показывает, как хорошо быть простым человеком. Просто быть послушанием. И какая горе с людям, которые отдали себя в полное послушание идеи, которое оказалось рухнувшим на их глазах. Я встречался с коммунистами в момент перестройки. Какое горькое разочарование посипло них. Я всем сердцем был этой идеей. Я верил. Ну, как это могло случиться? А вот вы вовремя поставили на христианство, говорит, ваша идея оказалась правее. Это не идея. Это Дух Святой. И мы счастливы тем, что избрали Христа, который не стареет, не кончается, и он вечен. Какую бы идею ни избрал ты, коммунизм, а фашизм, это все временное. А дальше внезапно рушится и та, и другая идея. 1 Царств 15-22. Самуил говорит, неужели эти сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глаз у Господа? Слушай голос Божий, а он только из Писания. Мы же голос так не слышим. Это дороже всех жертв, то, что мы жертвуем на церковь. Это дороже всего, что ты делаешь, ухаживаешь за больными. Выше всего этого послушание Слову Божию. Когда все остальное, что ты делаешь, оно будет проистекать, потому что из этого Господь говорит, ты мой, подражай мне, я исцелял больных, и ты этим занимаешься. Я кормил бедных, и ты корми. Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука козлов. Каких бы ни было трудов тебе достичь чего-то, и ты все пожертвуешь для Господа, послушание Слову Божию намного дороже. Вот послушание Божьему Слову требует одно. Я встану рано. Проверьте себя. Начинаем утро как мы? С благодарности. День такая, чем с благодарности. А послушание, знает, написано, за все благодарите. Вот что случилось в нашей жизни? За все. Иногда думаешь, да этого не должно было быть. Да пусть бы это постигло совершенно неверующее. О ком-то слышишь. Благодари Богу. У Бога вымерена конечная, последняя остановка. Чем это закончится? Книга Исаия 29, 24. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Значит, от того, что духом человек блуждает, и нет послушания. Чаще сами себя тормозите на размышлениях, а как это перед Господом? А как Господь на это смотрит? В любом рассуждении, с кем посвящались, познакомились, начинаете что-то говорить. А Господу угодно эта встреча? А чего я здесь ищу? Просто нужно все время анализировать. И вот этого маразма старческого может совсем не быть. Прям смотришь 30 лет непрерывно, памяти нет, памяти нет, тут совсем не размышляешь. Клетки отмирает, как у пьяницы сонного. Надо все время их шевелить. Я день начинаю по твоему благословению. Мне позвонили сегодня молиться, там сдают экзамены, там в путешествии наши братья Николая и Надежда. А те начинают только жить, и все перед Господом. Почему? А написано, молитесь друг за друга, это послушание заповеди его. У тебя все время внутри будет радостный свет, ты исполнил долг. А ты молился так, а получилось по-другому. Я высказал желание. А исполнение в воле Божией, от нас это не зависит. Я могу день у вас слезы проливать и будет непоймым. Почему? А потому что поливающее и наслаждающее ничто. Нуль. Пустота. 1 Петра 1, 2. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию. Вот когда Дух Святой осветит, тогда послушание. Тяжело разговаривать с людьми, которые не послушали Слову Божию. Потому что они не освящены в благодати Духа Святого. Кто бы совершенно к нам не расположенный человек с нами разговаривал, и вдруг он сказал по Слову Божию, сразу остановись. Просто, как говорят, тормозни. А что Бог хочет через это сказать? Вот у меня прилежит, я брату передал, искал католика, знающий латышский язык. Сегодня он позвонил, и по голосу он мне понравился. А может, чем-то будем полезны друг другу? Он говорит, я слышал о вас, от того священника, этого. Прошу молитву. Видите, мы все время, у нас какое-то идет движение. Что через это Бог может сказать? Я уже заранее думаю, немного что-то сделаю, дать какую-то книгу. Как сделать так, чтобы его не оттолкнуть, и что-то открыть, и чего-то самому научиться? 1 Петра 1, 22. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, послушанием истины». Я хочу быть послушным, должен знать истину. А то можно слушаться, в другом направлении идти. Господи, открой мне истину. Вы все время молитву свою меняйте. Какие утренние правила прочитал? Услышал об этом? А мне истина, может, и не открыта. Покажи, Господи, как дальше? Вот я сейчас занимаюсь лагерем, ни одного ребенка нет. У меня ничего нет. Я каждый год начинаю так с нуля. Мне нужна только помощь. И внезапно откуда-то что-то вдруг появляется, и все удивляются. А как дальше? Понятия не имею. Я молюсь. Молюсь, дальше мы даем знать о себе. Прошу всех молиться. Римлянам 11, 72. «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». И в конце мы не можем сказать перед Господом, а я послушный. Я стремлюсь к этому. Всех Бог заключил в непослушании. И ни один человек, ни один на земле никогда не было, чтобы исполнил весь закон и сказал, я очистился. Ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. И так и надо говорить. За сколько лет веришь? Я у нас оригинал-то. Бог. Мы никогда не можем достичь его в совершенстве. 2 Калифим 7, 15. «И сердце его весьма расположено к вам при воспоминаниях о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом». Говоря о своем сотруднике, он говорит, когда он вернулся ко мне, он напомнил, какие вы все послушные, какое слово не скажу, они все приняли. Вот у нас есть уставы, которые не из Библии. Я по себе скажу. Когда люди нарушают что-то от деревни великой или делают там поясок, что-то делаете и так, неприятно. Приходят дети, ни одного кармана нет. Платочек держат в руке и платочком крестятся. Непослушание. Вы на самом маленьком научите себя делать. Ребятишки есть. Сегодня же пришейте к карману. Зачем вы издеваетесь над человеком? Ребенок этого сделать не может. А ты скажешь, Господи, в малом я с радостью принял мне это напоминание. А не так, что ты мне указываешь? Это не послушание. 2 Калифим 10, 5. «И всякое превозношение, восстающее против сознания Божия, пленяем. Всякое помышление в послушании Христу». Чтобы человека привести к послушанию, его надо пленить. Взять в плен. Люди придумали так, что у меня воля своя, я хочу быть свободным, а что тут тоталитарное, сектор. За каждое слово придется когда-то отвечать. Ты всегда ищи, в чем послушание быть. Обязательно найди. Если ты никому нигде не подчиняешься и живешь по своей воле, ты далеко зайдешь в другую степь и оттуда не вернешься. Я напоминаю, к нам приезжают иногда фотографы, люди, я со всеми дорогой разговариваю, и они уже надевают заранее пояс, приезжают все под поясом, их на фотографиях видно как. У меня приезжали, там были и профессора, уже в городе все знают. Я говорю, как-то когда раздельно доедем, я там все разувайтесь, идете босиком. А я все сразу отсекаиваю, все настолько послушно. Потому что это полезно во всех отношениях. А потом все благодарят. 1 Тимофея 3.4. Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание. Детей содержать послушание, хочешь, у тебя должна быть розыгрыш. Не хвалитесь тем, что у меня дети большие, я никого не наказывал. Это нарушение воли Божьей. Ты обязательно познакомь их с наказанием. А после для стравки, только покажешь, он будет знать. Обязательно найди, за что наказать. За самое малое прислушание. Тебе легко найти, он же в послушание у тебя идет. Чтобы дети имели страх. А зачем это нужно? Чтобы впоследствии утешаться. Да он ревет, не могу, написано, не возмущайся, криками его. Все описание предусмотрело. Хочешь, чтобы у тебя вырос мститель для врагов? Вовремя приучи его. И оставишь же для врагов мстителя. А враг наш сатана. И сын твой, дочь, будет бить его в голову. Евреям 2.2. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то тем более ныне непослушание новому завету. Евреям 5.8. Хотя он и сын, Христос, однако страданиями на вых послушанием. И он доказал, что он послушан отцу, что пошел умереть. Иногда спрашивают, а зачем это нужно было? А зачем Христос должен был умирать? Христос вопрос этот не задавал. Говорит, да будет воля твоя. И Христос доказал свое послушание, потому что зашел на крест. Мы не знаем, чем мы будем болеть, лежа на смертном адресе. Но заранее приготовим себя к этому. Один раз пособоровался, не помогает, успокойся. Возблагодорит Бога, потому что горе человеку, которого Господь оставляет. А наказание, это его посещение. Да окажем послушание Господу, целуя его благодейщую и бьющую нас, и милующую гладь. Аминь. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Евангелие от Матфея, 26 глава, 60-61 стих.